На месте падения самолета Ан-2 в Свердловской области спасатели нашли наручные часы. Обычные, механические, со стрелками. Они сильно пострадали, но на циферблате можно разглядеть время. 22 часа 11 минут. Стрелки остановились 11 июня 2012 года. Отыскать пропавший Ан-2 удалось только 5 мая 2013. Остав самолета заметили охотники в болоте в 8 километрах от аэродрома Серова, откуда вылетел кукурузник. К месту тут же выехали спасатели, криминалисты, следователи и журналисты. Часть пути пришлось добираться пешком. Больше километра шли по трясине и ориентировались по зарубкам, которые оставили спасатели. Место падения самолета уже было оцеплено. Увидеть Ан-2 удалось только после долгих уговоров. Перед глазами журналистов – обломки кукурузника и черные пакеты. Криминалисты складывают туда останки 13 пассажиров злочастного Ан-2. Рассветка оперения самолета свидетельствует о том, что это действительно тот самолет. Мы уже обнаружили некоторые элементы узлов агрегатов, которые соответствуют с теми материалами, которые у нас есть. Крылья, оперение, хвостовое – все это есть, шасси видны. По крайней мере, вы сами видите, местность труднодоступная, болотистая, и половина самолета находится как раз под водой. Самый важный вопрос – как так вышло, что почти год самолет не могли обнаружить всего в 8 километрах от города. Ведь здесь часто ходят грибники и охотники. И сами спасатели не раз бывали в этих местах. Помню, как этот район отрабатывался, сюда даже загоняли технику гусеничную. Вот сейчас мы находимся, это болото, буквально через месяц сюда невозможно будет пройти. Вот лед находится, это мох, дальше идет лед. Когда, представьте, листва здесь все кругом бушует, вы пройдете 20 метров и вы не найдете. По словам спасателей, охотники нашли самолет еще 4 мая в субботу, но почему-то сообщили о своей находке только на следующий день. Уже во вторник с места происшествия были вывезены 13 пакетов с останками пассажиров, а в лес заехал БТР прокладывать дорогу. Те деревья, которые не смогла убрать военная техника, спилили. По просеке смог проехать тягач. К нему железными тросами подцепили обломки самолета. Но вытянуть с первого раза то, что еще год назад называлось самолетом Ан-2, не удалось. В ход пошли топоры и ломы. Операция длилась весь день. Полностью вывести остатки кукурузника смогли только к вечеру вторника. Спасатели говорят, самолет упал примерно через 3,5 минуты после взлета, ведь летел он слишком низко. В результате крыло кукурузника задело сосну. Удар оказался настолько сильным, что массивное дерево рухнуло. Кукурузник развернуло в обратную сторону, и он стремительно рухнул на землю. Самолет тут же охватило пламя. Скорее всего, говорят спасатели, все пассажиры погибли мгновенно. Андрей Сафонов потерял в страшной катастрофе сына и невестку. Кадры разбившегося самолета он видит только сейчас. В зону оцепления родственников не пускают. Андрей Анатольевич не верит, что авария – лишь несчастный случай. Я, насколько помню, у нас в прошлый год, тоже числа 11 вечером, был пуск с Плесецкой ракеты «Тополя-М», которая не дошла до цели. Во вторник в пожарной части города Серов собрали всех родственников погибших. МЧСовцы объявили им страшную новость. После встречи общаться с прессой они не смогли. Кто на машине, а кто на автобусе, разъехались по домам. Ждать середины мая, когда закончится молекулярно-генетическая экспертиза. После нее они смогут должным образом похоронить своих близких. А кто-то заберет у криминалистов последнее, что осталось от родного человека – обгоревшие наручные часы, время на которых навсегда остановилось. Полина Кравец, Андрей Казанцев, Андрей Горбунов. Комсомольская правда.